Выстроить работу полномоченного по правам человека в Крыму максимально эффективно и системно – одна из основных причин подписания договора о сотрудничестве. Взаимодействие проходило и раньше, но отныне оно будет носить еще и официальный характер. Все вопросы, поступающие к крымскому обучсмену, будут анализироваться и по каждому индивидуально вноситься в предложение. Именно это позволит получить максимальный эффект прежде всего для защиты прав крымчан. В соглашениях, которые мы подписали сегодня и с Адвокатской палатой Республики Крым, и с Нотариальной палатой Республики Крым, с Пенсионным фондом, Центром оперативного реагирования, прописано четко направление нашей совместной деятельности. Это и проведение совместных мероприятий, и проведение правового просвещения граждан, что очень важно, и все эти органы, они должны в этом участвовать, и это будет эффективно, когда мы объединим свои усилия. Подписание соглашения отразится и на работе Нотариальной палаты Республики. Оно, по сути, формализовало взаимодействие палаты и омбудсмена, которое раньше было только лишь де-факто. Среди основных вопросов, по которым чаще всего Нотариальная палата обращается к Уполномоченному по правам человека, изменения в законодательные и нормативные акты. И вот здесь, работая во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека, это как раз вот та стезя, которая необходима для того, чтобы те пробелы, которые есть в российском правовом поле, как-то заполнять. Помимо Нотариальной палаты, крымский омбудсмен теперь официально будет сотрудничать с Центром оперативного реагирования при Совете министра в Республике, Адвокатской палатой и Пенсионным фондом. Что касается последнего, соглашение даст возможность устранить пробелы в законодательстве, которые могут облегчить жизнь крымчан, вышедших на пенсию.